Сегодня у нас в гостях человек, я работаю в некотором смысле более приземленная, человек, который помогает научным идеям проделать путь от собственной идеи до вполне уже конкретных вещей. Человек, который точно знает, что такое инновационные проекты, что такое инновационный бизнес, чем Академпарк отличается от технопарка. У нас в гостях Андрей Брызгалов, поприветствуем. И если мы хотим в Академгородке конкретно изменить качество жизни, то нам нужно воспользоваться моментом и сделать Академгородок привлекательным с точки зрения источника решения проблемы. То есть если это развитая экономика, ну и соответственно развитый рынок, то как только проблема появляется, обладатель проблемы или столкнувшийся с проблемой, манифестирует это обстоятельство и кидаются сразу кучи бизнесменов в его исправление. А у нас ведомство, где есть и проблемы, и деньги, достаточно закрытые. Я не имею в виду секретные системы. Железная дорога и там, не знаю, Газпром, автодоры всякие, они закрыты в том смысле, что они сами по себе являются натуральными хозяйствами в значительной степени. А соответственно в течение последних 20-30 лет они покупали то, что в общем не сильно это и нужно. И не решали своих проблем. Проблемы выросли очень сильно, сейчас их стали приставать сверху. И мы имеем шанс поучаствовать в решении секретаристов. Это основа. Если бы мы жили в Зимбабве, то никаких там инноваций говорить бы не пришлось. Но специалисты, ну сами по себе, как сказать, они предметники, они выполняют, они реализуют постановку задачи. Постановка задачи, это вас набраться откуда-то из другого места. Это одна из задач вот этой самой инфраструктуры. А бизнес-инкубатор это ситуация, когда есть лидер, есть постановка задачи, понятно финансирование и главное понятен покупатель. Ну по крайней мере в основном, я думаю, это будет так. Люди со своими идеями, особенно молодые, если у них есть голова и они идею придумали, она состоятельная, они еще одну придумают, а потом еще одну придумают. Ну то есть проблемы с придумыванием идей в Академгородке не было никогда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова